Спустя 80 лет музейные экспонаты, которыми когда-то пользовался лидер первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин, вернулись в Ульяновск. На выставке в квартире музея семьи Ульяновых мы можем увидеть те самые музейные предметы, эвакуированные в августе 1941 года из Московского Центрального музея Ленина в Ульяновск на временное хранение. Немного позднее к ним присоединились экспонаты из Кремлевской квартиры и кабинета Владимира Ильича. А 10 ноября 1941 года, когда враг стоял на подступах к Москве, было принято решение эвакуировать оставшиеся фонды Центрального музея Ленина. Администрация Центрального музея была разрешена представить часть экспонатов, которые находились в их фондах или постоянных экспозициях. Во вновь открывшемся Ульяновском филиале Центрального музея открылся он как раз в самый трудный период 2 ноября 1941 года. И именно эти предметы, и предметы, которые просто находились в фондах нашего музея, мы и представляем на нашей выставке. Большинство экспонатов выставки приехало из Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», где сейчас находятся не только мемориальные экспозиции, но и Кремлевский кабинет и квартира Ленина в Кремле. Центральное место одного из залов занимают каминные часы с военной арматурой и фигурой орла начала 19 века из коллекции последней владелицы усадьбы в Горках Зинаиды Морозовой Рейнбот. Они находились и в тот момент, когда там жил Владимир Ильич. В 1941 году часы тоже стали частью экспозиции Ульяновского филиала. Также хотелось бы обратить внимание на узбекский халат. Вообще с узбекским халатом связана такая интересная история, которую вспоминала секретарь Ленина Фотиева. О том, что один раз они заметили дверь в кабинет Ленина, которая всегда была открыта, закрыта. Попробовали стучаться, но Ленин не открывал. А когда наконец открыл, у него был смущенный вид, и на нем как раз надет был этот узбекский халат. Интересный экспонат – аккумуляторная коляска. Она была приобретена в 1923 году в Англии специально для Владимира Ильича Ленина. Правда, он ей не воспользовался. Коляской надо было управлять двумя руками, а у него одна рука была парализована. И по воспоминаниям его лечащего врача, он очень радовался, что коляску облюбовала кошка. Но коляска сослужила службу Дмитрия Ильича Ульянова, который болел, он уже не ходил в конце жизни. Когда он приехал сюда, в Ульяновск, в 1941 году, вместе с фондами музея в Горках, он как раз была привезена и эта коляска. Вот эта коляска, которую использовал Дмитрий Ильич Ульянов. Кстати, Дмитрий Ильич жил во время войны в доме, где сейчас находится квартира музея семьи Ульяновых и расположена выставка «Эвакуация возвращения». Здесь же Дмитрий Ильич родился и прожил первые годы своей жизни. В экспозиции также есть фотографии траурного поезда, паровоза У-127 и багажного вагона, в котором перевозили тело Ленина из Горок в Москву в январе 1924 года. Вплоть до октября 1946 года он стоял недалеко от станции Ульяновск-1 и был доступен для посетителей. С экспонатами выставки «Эвакуация возвращения» можно будет познакомиться до конца ноября. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.